Вместе с тем, надо сказать, что Салливан, мы его здесь уже предварительно обсуждали на передаче, когда он стал наиболее таким, сначала наиболее вероятным кандидатом, потом, когда его Трамп уже номинировал на эту должность, послал в Сенат получать одобрение. Надо сказать, что это такой достаточно широкого профиля специалист-прагматик, он работал там и в частном бизнесе, в том числе работал и с российскими компаниями, с компаниями из Ирака и Ирана, и даже с кубинскими компаниями, когда это стало разрешено. Он также имеет очень хороший юридический опыт, разбирается во многих нюансах международных отношений, а также в военной сфере, потому что, в частности, при Буше-младшем Дональд Рансфилд его позвал помочь разобраться со всеми теми проблемами, которые возникли в связи с войнами на Ближнем Востоке и юридические казусы, которые возникали с американскими солдатами. Широко такой достаточно образованный человек, и вместе с тем такой очевидный реалист, человек рабочий, рабочий такой муравей, в этом смысле хорошо образованный, широкого очень кругозора, но такой достаточно рабочий, неполитический человек. Это, конечно, ни разу не Майкл Макфол, которого мы помним, обамовская любимца, который здесь просто общественным деятелем просто был в Москве, он постоянно присутствовал в социальных сетях. Чтобы не произошло, обязательно свое мнение выскажут по-английски, а чаще еще и по-русски. Такой человек, который приехал сюда, смотрите, я дива, я приехал, сейчас я вас тут и жизненно учу, и вообще поучаствую в вашей общественной жизни. Нет, сейчас уже, конечно, такой посол в России невозможен. В некотором смысле, конечно, нужен человек такой, достаточно сосредоточенный на своих задачах, лояльный президенту, и одновременно с этим все-таки не, вот, чтобы это не был такой стопроцентный кадровый дипломат. Потому что, если у нас в стране, если скажешь по человеку, что он кадровый дипломат, это, говорит, о человеке хорошо. Ну, во всяком случае, пока там не начинаешь разбирать какие-то другие его качества. В Соединенных Штатах сейчас все-таки, вот, быть сотрудником Госдепартамента, значит, быть бюрократом, которого это ведомство воспитало. И в этом смысле мы сегодня еще на передаче увидим, что, конечно, вот эта вот тяга бюрократов, которые долго работали и поднимались по ступеням служебной лестницы в Госдепартаменте и в других там, в том числе в спецслужбах американских, это, конечно, федеральные бюрократы, которые считают себя солью земли, а вовсе там не народ, который их там выбрал. В этом смысле все разговоры там о демократии, для них, так, в общем, это антураж. Вот, поэтому нужен был человек все-таки действительно не вот, не вскормленный Госдепартаментом. И в этом смысле можно сказать, что действительно Госдепартаментом он не был вскормлен, так сказать, его позвали на эту работу уже при Трампе, хотя в других администрациях он спорадически работал, когда необходимо было тушить какой-нибудь очень нестандартный пожар. Ну и поскольку Россия это, так сказать, важное направление для Белого дома сейчас, для Трампа, несмотря на все, так сказать, наезды, связанные с русским делом, все-таки надо сказать, что к нам шлют человека, который до этого был заместителем госсекретаря. То есть это высокий уровень представительства. Ну а можно сказать, что работа с муравьем будет непростой, но эффективной, по крайней мере, более эффективной, чем при прежнем последовании? Это очень много, от чего зависит. На мой взгляд, мир сейчас находится в таком состоянии, что очень многое зависит от лидеров. Вот понятно, что... Ну вот просто вспомним, много здесь обсуждалось на радиостанции вопрос, связанный, так сказать, с шести с лишним часовым марафоном Путина и Эрдогана. Могли ли это сделать кадровые дипломаты при всем к ним величайшем моем уважении? Боюсь, что нет. К сожалению, сейчас такая ситуация, когда иной раз те механизмы, которые были там наработаны в 70-е годы прошлого века, перестают работать. Мир вообще очень сильно изменился. И в связи с этим понятно, что очень важна роль именно лидерства такого. Работать конкретно с ним, ну, наверное, будет легко тогда, когда лидеры договорились о чем-то. И сложно тогда, когда лидеры не договорились. Но, во всяком случае, это будет в достаточной степени прогнозируемый человек, еще раз, а не политический активист вроде Майкла Макфолла, который так, ну, приятный вроде был, улыбался всем. Вместе с тем, постоянно с какой-то фигой в кармане был, и еще с менторским тоном читал всем лекции, как правильно жить. Понимаете, вот этого не будет, это уже хорошо. А как мы дальше будем работать, конечно, зависит от очень многих обстоятельств. Продолжение следует...